Ну что ж, друзья, продолжаем наше замечательное утро понедельника. Стоит напомнить, что нынешний год объявлен годом российской истории. В 2012 году мы отмечаем сразу два важных юбилея. 200-летие победы над Наполеоном и 400-летие победы над иностранными интервентами. Это тогда смутное время, ну, закончилось так, по учебникам истории. О том, чего мы еще не знаем о событиях 1612 года, и можно ли о российской истории писать столь же захватывающие романы, например, как всем нам известные «Три мушкетера». Об этом мы сегодня будем говорить с депутатом Государственной Думы Российской Федерации 4-го и 5-го созывов, доктором исторических наук, профессором Владимиром Мединским. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В первую очередь хочется поздравить вас с выходом вашего романа. Вот сейчас у нас зрители могут эту книгу как раз-таки увидеть. Жанр вашей книги обозначен как детектив или популярная книга по истории. Много ли вымышленных героев? Ну, как во всякой книжке художественной, есть вымышленные герои. Но только знаете, если упомянутого вами Дюма в исторических книгах, он как говорил, что история – это гвоздь, на которой я вешаю свою картину. Вот я пытался исходить из обратного. В моем случае история – это картина, а я всего лишь вбиваю гвоздь авторского вымысла, не более того. А так практически все герои из истории, настоящие, даже фамилии совпадают. Мы понимаем, что доктор исторических наук, и странно спрашивать о том, что вы нового узнали для себя, работая над романом. И все-таки встречались ли вам какие-то факты, которые доселе вам были неизвестны, или вы не обращали на них внимания? Какие-то особые повороты? Для того, чтобы узнать многое нового о нашей истории, можно быть 25 раз доктором и даже 30 раз действительным членом Академии наук. Потому что история наша, она бездонна. И скажу вам по секрету, мы не знаем, наверное, сотой доли того, что надо знать и того, что стыдно не знать на самом деле. А это за счет чего происходит? Почему? Ну, потому что у нас очень богатая история. Нам, в отличие от некоторых стран, историю выдумывать не надо. Ей у нас больше тысячи лет. И это история фантастических подвигов, самопожертвования, героизма, личных достижений. Вот, например, в этой книге я описываю один малоизвестный эпизод «Смуты». Ну, он малоизвестный в силу нашего убогого отношения к собственной истории. О нем в школьном учебнике нет вообще ни одной строчки. В то время, как в любой там среднеевропейской стране, вокруг него бы создали такую эпопею, это было бы столько сериалов, фильмов, романов. Какие там подвески королевы? Слушайте. Какая там крепость Лерашель? Детский сад «Младшая группа». Вот почитайте хотя бы мою книгу. Нет, давайте мы все-таки... А лучше всего и другие книги по истории. А лучше всего, раз вы здесь присутствуете, в этой студии, все-таки намекните, что это за малоизвестный эпизод. Вот вы уже заинтриговали Даниль. Это эпизод связанный с вторжением объединенной европейской армии во главе с королем Речи Посполитой. Вот у нас мы знаем, что был Желдмитрий. И знаем еще кое-кто знает, кто глубоко увлекается историей, что был Желдмитрий II. И вот когда ни первому, ни второму не удалось, в Россию вторглась большая международная армия, в которой были поляки, немцы, венгры, даже французы. Эта армия была остановлена под Смоленском. Это была страшная, кровопролитная, двухлетняя, самая большая в истории вообще России, осада. И вот там под Смоленском была спасена Россия. И вот все перипетии вокруг этого и детективные, и приключенческие. Это приключенческий роман на самом деле, который по жанру, ну вот, что-то такое среднее между тремя мушкетерами и имя Розы. — Пользовались ли помощью консультантов каких-то, когда описали этот роман? — Да, конечно, пользовался. И у меня было несколько консультантов из Русской Православной Церкви, известных очень. Ну, поскольку в XVII век церковь играла особую роль, тем более это была война за веру в том числе. Тут было важно не наляпать ошибок. Я пользовался консультантами по истории. У меня были доктора исторических наук, но которые защищались по этому периоду. Ну, это очень важно. Там, знаете, чем отличался прическа, например, замужней женщины от прически в то время незамужней девушки, как они носили головной убор и так далее. Я пользовался самой интересной, вот, например, у меня в опыте, это были консультанты специалистов по средневековому боевому искусству, по типам оружия, по тому вообще, как воевали. Ну, на самом деле, вот, там кино «Тремушкетеры», где они на шпагах, так, тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Это все фантастика. Это как «Властелин колец» или кто там у нас на лазерных мечах? «Звездные войны». «Звездные войны». Примерно то же самое. Никто никогда в истории так не сражался. Вы понимаете? В принципе, шпага выглядела совсем по-другому, чем у Михаила Боярского. И в данном случае мечи, которыми пользовались русские воины, у вас в романе они наиболее... Русские воины тогда пользовались саблями. Саблями? Да, начало 17 века, это в основном сабли. То есть, я так понимаю, по фактологии вопросов ни у кого возникать не должно, и все, что написано, проверено на несколько раз. Хочется сказать тем нашим... Вопросы будут, но проверены много раз. Да, телезрителям, которые хотели бы продолжить диалог с Владимиром Мединским о русской истории и о саблях, и о мечах, сегодня вы, точнее, можете там побывать, я тоже там собираюсь побывать. Это в Доме книги будет презентация этой самой новой книги Владимира Мединского «Стена». В 18.00, если я не ошибаюсь, начнется эта презентация. Да, приходите. Спасибо огромное. Да, думаем, что наши зрители, мы так заинтересовали, заинтриговали отчасти, и возможность будет, я так понимаю, приобрести книги и автограф-сессия, да, будет? Конечно, автограф-сессия, в этом и смысл презентации. Дом книги 18.00. Спасибо большое. И до свидания. Это вам на память. Очень приятно. Спасибо. А это мне на память. А это вам. Но все равно приходите. Да. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. Секундочку, да. Еще не все. Присядьте, мы попрощались с вами и расскажем сейчас нашим телезрителям, что далее у нас события. События. Передаем слово нашим коллегам. Смотрим новости. Продолжение следует. Продолжение следует.